Дорогие друзья, хочу познакомить вас с замечательным лисенком. Зовут его Лютер. Книги о нем придумала Джулия Роулинсон, а иллюстрации к этим книгам нарисовала Тиффани Биг. О Лютере написана не одна книга, их несколько. Лисенок Лютер и Снежное Рождество. Лисенок Лютер и Весенний Сад. Лисенок Лютер и Летнее Представление. Лисенок Лютер и Листопад. Давайте откроем вместе со мной книгу Лисенок Лютер и Листопад. Мир менялся. Каждое утро, когда Лисенок Лютер вылезал из норки, лес выглядел иначе, чем накануне. Сочная зеленая листва на деревьях пожелтела, а трава, которая летом мягко шелестела под лапками Лисенка, теперь тихо похрустывала. Любимое дерево Лютера сделалось блеклым, высохшим и коричневым. Лютер навещал дерево каждый день и все больше беспокоился. «Мне кажется, мое дерево заболело», — сказал Лютер. «Что с ним такое?» — спросила мама. «У него листики стали коричневыми», — понурился Лисенок. «Не волнуйся, это просто осень», — улыбнулась мама. Лютер прибежал к дереву и погладил лапкой его грубую кору. «Не волнуйся, это просто осень, скоро ты поправишься». Но дерево не выздоровело. С каждым днем оно все сильнее тускнело. Однажды Лютер сидел под деревом, как вдруг задол ветер. С ветки сорвался маленький коричневый листочек и плавно полетел к земле. Лютер подпрыгнул и бережно поймал листик в лапке. «Не волнуйся, дерево, твой листик у меня. Сейчас я верну его на место». Лютер огляделся, почесал затылок и сорвал травинку. Затем Лисенок осторожно привязал листок к ветке и, довольный собой, сел на пенек. Но тут снова подул ветер, взирошив шерстку Лютера. Листок затрепетал, оторвался от ветки и плавно опустился на землю. Лисенок снова его подобрал и задумался. Затем воткнул листок в ветку и плотно прикрепил его. «Держись крепче», – строго сказал Лютер. «Никаких больше полетов». Листочек в ответ тихо зашелестел. На следующий день в лесу дул сильный ветер. Лютер выскочил из норки и помчался к дереву. Ветви его были коричневые и голые, а вокруг летали оторвавшиеся листья. «Не волнуйся, дерево», – встревоженно крикнул Лютер. «Я поймаю твои листочки». Туда-сюда, туда-сюда носился лисенок и ловил кружившиеся в воздухе листья. «Листья, как чудесно! Самый раз для моего дупла», – сказал бельчонок, собирая листву в охапку. «Но это листочки дерева, не забирай их», – попытался остановить его Лютер. «Дереву они больше не нужны», – ответил бельчонок и ускакал. «На помощь, на помощь! Ветер и бельчонок крадут наши листья!» – испугавшись, закричал Лютер. «Листья? Великолепно! Они меня согреют», – сказал ежик, катаясь в ворохе листьев. «Но это листочки дерева!» – Лютер принялся снимать листья с иголок ежа. «Дереву они больше не нужны», – просопел ежик и укатился. «На помощь! Ветер, бельчонок и ежонок крадут наши листья!» – прокричал расстроенный Лютер. Тут прилетела стая птиц. Они подобрали с земли упавшие листочки и, зажав их в клювах, нанизали на ветви деревьев. И вот на нем снова зашелестела листва, и Лютер запрыгал от радости. «Спасибо! Спасибо вам, птички!» – кричал лисенок вслед улетающей в стае. Лютер лег под деревом и стал смотреть на небо сквозь листву, а потом заснул. Но ветер все не стихал, и ветви качались под его порывами. Листья трепетали, трепыхались, тряслись на ветру и, наконец, спустились в полет. Они кружились, крутились, вертились и вращались, пока не опускались на землю. Листочки падали на мордочку Лютера, задевая уши и нос. И лисенку сквозь сон слышался чей-то шепот. Проснувшись, Лютер не поверил своим глазам. Вместо пышной кроны он увидел голые ветви. «Ох, дерево, мне так жаль!» – выдавил Лютер. «Твоих листочков больше нет!» Но вдруг лисенок заметил высоко-высоко один листочек. Все еще цеплялся за ветку. «Я не дам ветру его украсть!» – решил Лютер и скарабкался на дерево. Лисенок подобрался как можно ближе к последнему листу и прижал его к ветке. Весь день дул, задувал ветер, ветка качалась, раскачивалась, но Лютер прижался крепко. «Не требожься, что все друзья тебя покинули, листочек! Я тебя не брошу! Обещаю!» Но вдруг, порыв ветра, дернул ветку, и лист оторвался от нее. Лисенок успел ухватить трепещущий листочек за черенок. С грустью посмотрев на последний лист, Лютер пообещал сберечь его. Он осторожно спустился с дерева и отнес листочек в нору. Там Лютер устроил спасенному листу удобную кроватку и подоткнул ему одеяло. Но всю ночь лисенок думал о своем дереве, которое осталось совсем одно. Едва рассвело, Лютер на цыпочках выбрался из норы. К утру ветер, наконец, утих. Воздух был стылый и влажный. В ясном небе висела луна, и тускло мерцали звезды. Когда Лютер подошел к любимому дереву, он обомлел от изумления. На ветках дерева висели тысячи сосулек, искряся, сияя в утреннем свете. «Таким красивым ты еще не бывала», – прошептал Лютер ледяному дереву. «Можно, бельчонок и ежик оставят себе твои листья, чтобы согреваться холодными зимними ночами?» Легкий ветерок тронул ветви, и они тихонько зазвенели, будто заливаясь смехом, а затем закачались, словно кивая лисенку в ответ. Предлагаю вместе со мной сделать вот таких лисят в осеннем лесу. Для этого нам понадобится оранжевая и черная бумага, картон для основы, высушенные листья, готовые глазки, ножницы, клей. Вырежьте из оранжевой бумаги один квадрат со сторонами 6 сантиметров, другой со сторонами 7 сантиметров. Согните квадраты таким образом, чтобы получились треугольники. Далее отогните кончики треугольников, прогладив только одну сторону. Вот что должно получиться. То же самое сделайте со вторым треугольником. Затем стороны, которые мы отгибали, приклейте на клей, чтобы они не торчали. Приклеиваем глазки. Из черной бумаги вырезаем два круглых носика. Носики приклеиваем. На картоне выкладываем листья полукругом. Приклеиваем их. Сверху на листья приклеиваем лисят. Вот и все. Наша поделка готова. Сверху на листья приклеиваем листья. Субтитры подогнал «Симон»